Да, приветствую, дорогая Наташа. Здравствуйте, Хасай Магомедович, меня Натаван зовут. Натаван, да, Наташа, Ната, Ната, Ната. Но меня называют так, и Наташа, и Наталья, я привыкла. Несколько раз это повторили, теперь все запомнили, что Ната. Да. Это очень хорошо, как говорится. У нас правило повторения матючения есть. Есть правило ключа подбора путем перебора. Мы оба правила соединили и получилось. Вот у нас сейчас был в Зуме марафон, и ты была участником. Ты почетный участник нашей школы. Спасибо, Хасай Магомедович. Елена Ибрагимова предложила нам этот марафон создать, а ты предложила там измерения делать. И поэтому я хочу тебя спросить, как твое впечатление о том, как прошел первый день марафона? Как твое впечатление? У меня впечатления, конечно, достаточно сильные, потому что я, как и на марафоне сказала, у меня есть опыт, я давно уже занимаюсь разными практиками. Например, недавно, совсем полгода назад, у меня был опыт такой, меня пригласили на практику кружения дервишей. И я там кружилась где-то около часа. То есть это очень долго было. Там была такая музыка. Я даже в период, где-то в промежутке, я даже упала, полежала некоторое время, встала, опять стала кружиться. Но с тем, что было сегодня кружение, это ни в какое сравнение. Пять секунд мы сегодня делали. Да, всего лишь пять секунд. И после этого, значит, было хлест, у меня сразу изменилось дыхание. Я, поскольку наблюдаю за своим телом, я уже привыкла к этому. Я все время отмечаю изменения, как это уже само собой происходит. Я сразу отметила, что у меня, значит, вот от кружения после этого упражнения изменилось сердцебиение и дыхание. И кроме того, определенная группа мышц, которые всегда находятся в напряжении, в ногах у меня, я это контролирую, всегда знаю, и я не могу их расслабить. Вот они буквально сразу расслабились. Я очень удивилась, потому что я стараюсь их расслабить, у меня не получается. А тут за пять секунд хлест и кружение, которое я делала даже. И вместе они какой-то интересный результат мне дали, расслабление группы мышц, которые у меня никогда не расслабляются. Вот это было объективно. За пять секунд, а не за пять. Да, всего лишь на пять секунд. Это меня очень впечатлило, насколько сильная эта практика, Хосе Магамедович. Это говоришь не потому, что мы дружим с тобой, нет? Нет, конечно, Хосе Магамедович. Я говорю это объективно. Я вообще все время писала, что я перепробовала много-много разных методик, и ключ, это особая методика в моей жизни. Поэтому... Я очень искренне я тебе благодарен, потому что у нас Елена Ибрагимова инициировала создание вот этого марафона по сбросу лишнего веса и вообще стройности. И я добавил туда по сбросу привычек вредных тоже, чтобы перед этим вращением вначале пять секунд, завтра еще пять секунд, потом еще пять секунд, а потом можно уже сколько угодно, без всякого страха, и получается свобода, внутренняя координация улучшается. Ну, там было видно, да? Что все это пойдет. Я очень рад, что у нас сегодня такие участники нашей школы собрались великолепны. Такая человеческая атмосфера была хорошая. Твои пожелания, чтобы они создали маленькую группу, как бы экспериментальную, научную, как бы, чтобы объективно измеряли показатели сброса лишнего веса. И там вышла у нас участник, которая сказала, что каждый день это делать не надо. Я с ней тоже, ну, где-то как-то согласен, потому что, может быть, есть люди, как она сказала, которые могут на этом зависать, тревожность появится, каждый день измерять вес, там, в течение двух-четырех недель. Я с ней согласен. А ты как думаешь? И вот если мы сделаем эту маленькую группу наряду с этим марафоном, который идет каждую неделю, будет каждую субботу 21 час, в этой маленькой группе, если ты будешь участвовать, или она там, организатор, которая весь марафон предложила сделать, еще кого-то там предложить в эту маленькую группу, как ты считаешь? И как нам это все правильно организовать? Вот какие у тебя есть соображения? Ну, значит, соображения у меня, конечно, есть, потому что я хочу, чтобы мы получили, я уверена, что мы получим результаты, но есть, в смысле, организационные вопросы, которые я хотела бы предложить. Дело в том, что я прекрасно понимаю, что вы очень заняты, и вы не можете просто физически еще контролировать этот чат. Вот поэтому я предлагаю, у нас в школе есть ученики, которые, участники, которые прекрасно знают вашу методику, которые умеют, и много долгие, ну, долгие годы они сами консультируют участников чата, вот, в Телеграме, прекрасно знают метод, умеют доносить свою информацию до участников. Поэтому я вот, например, очень предложила бы Любовь Абакумову, чтобы она администрировала этот частный маленький канал, который мы создаем для марафона. Я бы хотела, чтобы мы обратились к ней с просьбой, чтобы она нашла, если она бы нашла время для администрирования этого канала, это была бы большая польза для нашего марафона, поскольку наш марафон имеет целью также показать результат. То есть, если бы у нас не было этой цели, каждый работал бы для себя. Это было бы одно дело. Но мы хотим собрать эту информацию и показать ее. Поэтому нам, мы вынуждены создавать вот такой общий где-то чат, в котором будут все участники, желающие находиться. Но там обязательно нужно напоминать участникам, потому что есть участники, которые новички, которые нехорошо знают или есть какие-то моменты упускают. Обязательно им нужна поддержка и подсказка опытного пользователя, участника нашей школы. Я думаю, что на эту роль очень хорошо подошла бы Любовь Абакумова. Ну, конечно, Елена Ибрагимова. Вы знаете, меня очень поразило то, что она написала, почему я загорелась с желанием участвовать в этом марафоне. Поскольку я сама тоже теряла 25 килограммов, да, но это мне стоило очень больших напряжений, в смысле затрат физических. Я много очень вложилась в это. А она говорит, что она... То есть я потеряла 25 килограммов три месяца тоже на голодании. А она тоже 25 килограммов потеряла тоже за три месяца без всякого голодания. Это меня так поразило. И поэтому я думаю, что я хочу получить этот результат такой же, как у нее. И интересно было бы тоже с ее стороны, чтобы она делилась с нами, каким образом она это получила. Потом еще у нас есть там Елена Кузнецова, которая активно участвовала, собирала там, записывала всех, кто хочет участвовать в марафоне. Вот. Мне кажется, что если бы эти три девочки участвовали бы в администрировании нашего маленького канала, участников марафона, да, это была бы большая поддержка для нашего марафона. Маленькая группа тоже специальная такая, которая с измерениями. Да. Хорошо, хорошо. Ты, пожалуйста, обратись к ним с этим предложением, просьбой, если у них есть время, желание, я только за. Хорошо, Хасан. Ты тоже там должна быть. Ну, хорошо. Я тоже время от времени буду захотеть писать. Спасибо тебе огромное. Это вам спасибо, Хасан Магомедович. Вам спасибо, что вы уделяете ваше время, ваше знание для того, чтобы помочь нам добиться результата. Ведь это такое большое дело. Если человек ставит задачу перед самим собой и сам самостоятельно этого достигает, сколько увеличивается его вера в себя? Я не сомневаюсь, нисколько. Только все дело в организации, как говорил Великий Пирогов, о медицине все эффективно зависит от организации. Поэтому организуйтесь маленькой этой группе с измерениями, а я буду вести вот эту большую группу. Хорошо, я напишу, девочки. Спасибо вам большое еще раз, Хасан Магомедович. Ата, спасибо тебе и с наступающим Новым Годом. Много причин для радости тебе, дома, семье, всем твоим друзьям. Я в лице тебя тоже передаю всем нашим и всем их друзьям всем новогодние, предновогодние такие вот пожелания. Спасибо, спасибо. До свидания, до свидания. До свидания.